Сегодня 20 марта, я нахожусь в Северодонецке, вот на рынке. Так сегодня выглядит рынок. Ситуация в Северодонецке остается тяжелой, в ней смотрю, потому что вот везде лежат обломки. Так вот, в Северодонецке ситуация сегодня остается напряженной и тяжелой. Российская Федерация продолжает бомбить город, как мне удалось узнать. Завезли тяжелые огнеметные системы, которые, собственно говоря, и приводят к таким вот возгораниям и разрушениям. В части города нет отопления, нет света, нет газа. Среди таких счастливчиков, собственно говоря, живу и я. Сегодня проснулась утром уже с соплями, уже болит горло. В квартире очень холодно, потому что, ну, как бы, на улице снег. Зима же довольно-таки сложно в условиях без отопления, поэтому многие сегодня болеют. Достать лекарства негде, потому что в аптеках, большинство аптек закрыты, а те единичные аптеки, которые открыты, в них ничего нет. Лечишься, собственно говоря, теми средствами, теми препаратами, которые смогла раздобыть до войны, которые были в моей аптечке. Люди готовят еду возле подъездов на импровизированных кострах, потому что газа нет. Продукты можно найти в гуманитарном штабе. Там их раздают бесплатно. Практически ежедневно в Луганскую область перевозят из других регионов гуманитарную помощь. Это средства гигиены, продукты питания. Привезти что-то поставщикам довольно сложно, потому что город постоянно обстреливают. И я вчера узнала такой интересный факт. У нас в городе, в Севердонецке, стоимость одного литра бензина. Стартовая цена его от 300 гривен. Вот представьте. Заправки, естественно, не работают. Те частники, которые смогли раздобыть бензин, запастись им до войны. Либо привозят его сейчас из других областей. Устанавливают такую цену от 300 гривен. Поэтому поездки по городу очень дорогие. Такси может брать от 500 гривен и больше. При том, что город Севердонецк, в общем-то, небольшой город. За то, чтобы выехать за пределы города, если это частный транспорт нанимать. То стоимость, допустим, до Днепра начинается от 5000 гривен. Стоимость поездки до Львова может быть, например, 15 тысяч гривен. Как я уже говорила, ситуация в Севердонецке остается напряженной. Войска Российской Федерации продолжают обстреливать населенный пункт. Уничтожено очень много домов, очень много инфраструктуры. Из-за того, что оккупанты продолжают открывать огонь, нет режима тишины, починить, восстановить свет, тепло, газ крайне тяжело. Поэтому люди вынуждены сидеть неделю, две, три без каких-либо удобств элементарных. Я знаю о том, что продолжаются бои за рубежное, за опасное. Там идут уличные бои. Украинские войска пытаются откинуть войска Российской Федерации за пределы населенных пунктов. Тяжелая ситуация в Лисичанске, в рубежном. Населенные пункты продолжают обстреливать. Недавно оккупанты подогнали танк к дому для престарелых в Кременной. И впритык обстреляли дом для престарелых. Погибло 56 людей. Видимо, в понятии Российской Федерации так нужно освобождать населенные пункты не только не знаю от чего, но еще и от жизни. Точное количество погибших в Луганской области на сегодня пока что неизвестно, потому что бои постоянно продолжаются. Поэтому количество жертв буквально с каждым часом растет. Я знаю о том, что люди пытаются выехать за пределы Луганской области, но очень много людей остаются. Продолжают оставаться женщины, продолжают оставаться маленькие дети. Поэтому, когда Российская Федерация обстреливает жилые районы, говоря о том, что они обстреливают военную инфраструктуру, это кажется каким-то чрезвычайно нелепым поступком, потому что женщины и дети, собственно говоря, не могут защитить себя. И почему Российская Федерация так поступает, тут никто не может сказать. Напоминаю, что сегодня 20 марта. Меня зовут Анастасия Волкова. Нахожусь в Северодонецке. Продолжаю следить за ситуацией. И обещаю вас информировать дальше о всем том, что происходит в городе. Слава Украине!